Ну а теперь мы подошли к той части рассказа о стенде компании Samsung, о которой мне одновременно и забавно, и немножечко грустно вообще все это рассказывать. Дело в том, что у компании Samsung есть, на мой взгляд, слишком много устройств под названием Galaxy, и все они похожи друг на друга. Только что Ким, который прямо сейчас меня снимает, шел мимо всего этого стенда и думал, что это все одна и та же модель. А не тут-то было. На самом деле в бюджетном сегменте представлено аж три модели. Вот эта ультрабюджетная модель называется Samsung Galaxy Young. У нее диагональ экрана 3,27 дюйма. Работает устройство под управлением Android Jelly Bean, что приятно, конечно, но работает она не так, чтобы прямо уж очень быстро подвисает, ну и так далее. И не будем уж делать скидку на то, что это тестовый сэмпл и все такое прочее. На правом торце у нее, ну в общем-то, как и у всех аппаратов Samsung, кнопка включения и блокировки, сверху аудиоджек, регулятор громкости слева, а снизу порт microUSB для зарядки и подключения к компьютеру. Есть трехмегапиксельная камера, динамик, не знаю, насколько громкий, здесь проверить очень сложно. И внутри батарея на 1300 мАч. При таком дисплее и одноядерном процессоре, работающем на частоте 1 ГГц, я думаю, что и 1300 мАч вполне должно хватить. Пойдем дальше. А вот эта уже штука называется Galaxy Fame. Ну что, найдете 10 отличий? Я лично не очень-то могу найти. Ну да, может быть, вот эта глянцевая блестящая окантовка стала чуть уже, и сам гаджет может быть чуть тоньше, но в остальном, не знаю, неоруженным взглядом сложно заметить разницу между диагональю дисплея. Дело в том, что здесь она чуть-чуть больше, не 3,27 дюйма, а 3,5 дюйма. Соответственно, все остальное примерно то же самое. Работает на Android 4.1.2. Здесь стоит процессор с тактой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, но на задней панели, конечно же, есть тоже камера, и у нее разрешение чуть больше, чем у Galaxy Young. Разрешение составляет 5 Мп, есть светодиодная вспышка, батарея точно такая же на 1300 мАч. Ну, вот ради интереса я беру и сравниваю их. Вот если далеко их разнести, то разницы и не заметите. А вот, ну да, видно, конечно, вблизи разницу, но в целом дизайн практически идентичный. Понятно, что это самый-самый-самый бюджетный вообще сегмент, предназначенный, наверное, для детей, которые только-только там идут в школу, чтобы не жалко было отдавать, чтобы его не сломали, не отобрали и так далее. Это для кого-то, наверное, постарше. Ну и дальше есть моделька под названием Samsung Galaxy Express. Тоже бюджетная модель для тех, кому хочется высоких скоростей. Дело в том, что устройство может работать в сетях LTE. Никто, ни у кого я не смог добиться, может ли оно работать в российских сетях LTE. По всему видно, что моделька еще только собирается выходить на рынок, и не все еще гладко, не все еще про нее знают. Что нам известно из кутцевого списка спецификаций здесь. Дисплей с диагональю 4,5 дюйма, разрешение WGA. Это супер AMOLED, что сразу видно, потому что, вот смотрите, сравните качество картинки здесь, и цветопередачи, и вообще, и здесь. Небо и земля. Так вот, здесь стоит двухъядерный процессор с тактой частотой 1,2 ГГц, гигабайт оперативки, 5-мегапиксельная камера с автофокусом, камера для видеозвонков с разрешением 1,3 Мп. Как я уже говорил, поддерживается работа в сетях LTE, и, соответственно, работа в этих сетях требует большого расхода энергии, и, значит, батарейка здесь тоже должна быть большая. Здесь установлен аккумулятор емкостью 2000 мАч, что в сочетании с дисплеем, который я начал внезапно глючить, с таким дисплеем не самым, конечно, прожорливым, но и не самым экономичным. И довольно средним железом даст, я думаю, результаты в районе 10 часов. Продолжение следует...